В отделение завезли из черного входа, очень долго раскидывали по кабинетам. Со мной работал Морецкий Артур Витальевич, старший лейтенант милиции. Он не представлялся, его имя и звания стали известны из дипломов, которых достаточно много весело на стене его кабинета. Он коротко просил о пожаре, что там происходило. После моего ответа о том, что я ничего не видела, и в принципе ничего не знаю, кто мог это сделать, потому что меня там не было на момент начала этого всего. Слышав это короткое объяснение, он начал уходить в сторону, задавать вопросы совсем мужичного характера, спрашивал про интимную жизнь. Его это очень подробно интересовало. На мои вопросы, кем я являюсь, свидетелем, подозреваемым, мне не давали ответа. Никаких бумаг, никаких копий мне тоже выдано не было. Вечно заходили какие-то другие сотрудники. Они тоже не представлялись, все кидали какие-то реплики в мой адрес. И один из них сразу же начал угрожать мне проблемами на учебе, в университете. Позабирали телефоны, потом телефоны отобрали и у оставшихся на коридоре. Объяснили это тем, что приехало начальство, и телефоны мы иметь за себя не можем. Но все отказы они угрожали посадить на сутки. Говорили, что они имеют полные права на это все. Потом и меня тоже появили в какой-то кабинет. Оттуда, получается, увозили моего друга из России. И, проходя мимо, он мне шупнул, типа, ну, сейчас там будут рисовать. Меня туда заводят. И я понимаю, что в тесном кабинете сидят пятеро человек. Все без формы. Ну и сразу же сходу на меня сыпятся обвинения, какие-то оскорбления. Ну, в грубой форме, очень много мата. Много руганя. Мы сидели втроем на коридоре. Ну, там стояли диваны, как бы больше там сесть некуда. И во время ожидания мы просто оперлись спинами на спинке дивана. Проходящий мимо мужчина в макосинах и джинсах подскочил. Ну, довольно очень... Ну, он выглядел очень агрессивно. Он начал кричать, мол, ну, почему мы тут сидим? Это милиция, мы ведем себя неподобающе. И потом, обращаясь к подруге, он начал кричать на нее, приказываясь встать. Встать лицом к стене перед ним. Сделать это быстро, делать без разговоров. На просьбу представиться... Ну, он их просто игнорировал. На вопрос, почему мы должны это сделать? Он говорил, ну, потому что тут закон, это милиция, вы обязаны это делать, вы обязаны подчиняться. Когда пробовали возвращать телефоны, ну, как бы нам тоже угрожали, либо отказывали очень грубо. Бумага без яйца и вещей нам не выдавали никакие. Собирается отпечатки пальцев и ДНК. На все отказы, ну, они тоже все сопровождались угрозами. Нужно было свезать ногти. Выдали ножницы, большие железные ножницы, похожие на портнережные. Сказали, что раз ногти не режутся, ну, можно их просто вырвать. Это было уже примерно 5 часов вечера. И, как бы, ну, выйти удалось только мне. Потому что двоих ребят задержали, а иностранцев еще повезли проходить полиграф. Ну, от которого они тоже отказывались, но, получая угрозу, ну, как бы, они туда все равно поехали.